всем привет мои дорогие зрители тема сегодняшнего ролика остров на котором я проживаю то есть каково жить на норвежском острове что на себя представляет настолько ли он изолирован как может показаться людям и на примере моего острова расскажу что из себя представляет норвежская коммуна потому что это слово я употребляю довольно часто и у меня даже спрашивают а что такое коммуна ну коммуна по нашему это что ветер может даже лучше туда один капюшон потому что коммуна по нашему это район норвегия имеющий 5 миллионов населения делится на 11 областей которые называются по-норвежски фюльке 11 областей в свою очередь подразделяются на коммуны в королевстве норвегия насчитывается 356 коммун и мой остров отдельная коммуна их конечно же все уменьшают и уменьшают то есть централизация происходит как и властей так и коммун но наши коммуны еще держатся поскольку на самом деле живу я и не в такой же глухомане как бы то ни звучало что я живу на острове мой остров то есть моя коммуна является 20 по численности по всей норвегии то есть из 356 20 по количеству населения стоит и насчитывает 42 тысячи человек то есть это довольно много по норвежским меркам норвежское побережье оно вы знаете очень изрезано вот именно островами линия такая береговая извилистая витиева это прямо знаете как кружевная соответственно как и происходит сообщение между островами потому что на них часто живут люди и довольно немало конечно же зависит от острова но большинстве своем в основном это либо мосты соединяющие острова с материком например либо между собой либо подводные туннели которые проходят под морем их строительство продолжается и продолжается то же самое происходит и с моим островом в настоящее время есть два сообщения с сушей это путем моста который был построен в 1955 году до его строительство прибирались в основном именно по морю то есть на лодках на корабликах на теплоходах все в таком духе понятное дело что раньше и этим грешили очень многие острова в норвегии такие труднодоступные места здесь было очень много близко родственных браков потому что люди просто никуда они ездили да они вот тусовались на своем так сказать острове грубо говоря конечно же ездили но не так часто даже сейчас как пример вот моего острова где проживаю часто можно встретить браки между троюродными братьями и сестрами двоюродные запрещены ну как запрещены но официально не рекламируется скажем тогда а вот там троюродные братья довольно часто и сестры выступают брак и вообще все друг другу родственники по крайней мере на нашем острове это я вам рассказала значит сейчас есть остров соединяющий вы сейчас есть мост соединяющий мой остров с большой землей в кавычках плюс в 2013 году если не ошибаюсь и построили у нас подводный туннель проезжаешь подводный туннель под морем и попадаешь либо в сторону хогисунда то есть уже на материке либо можно уже дальше ехать и через другие острова попадать на паром в сторону ставангера раньше у нас ходил паром из городка скудесхавен в сторону ставангера но его впоследствии отменили рассказала но мой остров как я говорю хоть и довольно многочисленные это не есть а норма в норвегии например существуют острова где прошиваю проживают до сих пор люди но у которых нет постоянного сообщения с суши например я всегда люблю приводить примеры недалеко от нас от моего острова расположен другой остров который называется и цира на самом деле это самая маленькая коммуна в норвегии насчитывающие на сегодняшний день всего лишь 180 188 человек и это отдельная коммуна представляете там есть ратуша там есть школа уешь школа садик магазины но единственное сообщение это паром который ходит всего лишь если не ошибаюсь два раза в сутки и дорога занимает больше часа примерно час и люди там до сих пор живут но если меньше и меньше это пример другого острова на котором живут люди если вы хотите я как-нибудь туда пытаюсь съездить я сама никогда там не была может быть летом как-нибудь скататься ради любопытства даже до любознательность это дар надо им пользоваться это я рассказала и сейчас перейду к описанию моего острова и вообще вы что из себя представляет остров тире коммуна потому что все таки это не совсем глухомань норвегии довольно много коммун который очень мало численно например насчитывающие всего лишь две либо три тысячи человек которые меньше но обычно они расположены глубоко в горах на фьордах на севере норвегии у нас здесь довольно много людей то есть скучность такая приличная табрежья много-много таких вот городов как берген ставангер хоги сунг я знаете не считаю прям таким крупным городом он тоже красивая но все-таки понимаете такой красивый но городишко как и все кругом городишко хотя там конечно он пышется пышется и даже круизные манеры сейчас останавливаются но городишко чем занимаются на моем острове люди да в моей моей коммуне большинстве своем мужчины работают в море изначально остров жил земле и делием и рыболовством и это все равно узнать вот именно мореходство мореходство осталось людей в крови особенно мужского населения они работают на нефтяных платформах они работают моряками потому что на нашем острове есть компания довольно крупная занимающаяся вот именно офшором также на нашем острове есть фабрика по производству алюминия, хидроалюминиум, довольно крупная и известная. И также от нашего острова довольно легко добраться до других крупных предприятий, таких как Айбель и Эквинор Карстио, занимающимся, по крайней мере, Эквинор нефтью. А остальная часть населения, в большинстве своих женщин, занята в сфере обслуживания в коммунальном секторе. Это основной вид их деятельности. Работы здесь не очень много, очень много пожилого населения. Но удивительно, что население не сокращается на острове, потому что по статистике рождается больше, чем умирает. То есть вот именно маленьких детей здесь много, много, и это не может не радовать. Большинство людей живет в частных домах. Здесь есть примерно тысяча квартир и 15 тысяч частных домов. Люди любят жить обособленно. И это объяснимо. Остров довольно продолжительное время вот именно изолированности. И сейчас эта тенденция продолжается. Рассказала. На нашем острове есть много чего. У нас есть мэрия, есть пункты скорой помощи, есть большое количество врачей, физиотерапевтов, хиропракторов. Есть две литеринарные клиники, много стоматологических клиник. Есть пожарная станция, огромное количество садиков, школ на разный калибр. Разного калибра я имею в виду. Есть также торговый центр, зоопарк. Частный, но все-таки мини-гольф, несколько музеев. Один кинотеатр. Обычно в коммуне есть кинотеатр. В маленьких коммунах кинотеатр часто совмещается с библиотекой и культурной школой. Но в большинстве коммуне, мне кажется, есть кинотеатры. Некоторые без них, но в большинстве есть. Все-таки они еще существуют, не отменили. Вы знаете, я вам сказала, что инфраструктура есть. Чем заняться есть? Магазины есть. Также, как я уже сказала, это библейский поезд. Здесь очень много церквей, молельных домов разных, тем более. Именно ответвлений того же самого протестантизма. Есть даже у нас православный приход. Если не ошибаюсь, недавно его открыли. Мусульманского ничего на нашем острове нет. За этим надо ехать, если не ошибаюсь, в Ставангер. Это ближайшее место. Затем, поскольку это остров, то тебя окружает вода. Везде, повсеместно. Я настолько к этому привыкла. Вы знаете, поскольку я здесь живу уже 14 лет, для меня это уже, знаете, как норма жизни. Что вокруг всегда море, куда бы ты ни глянул. Я живу недалеко от пляжа, где я проживаю. И там море тоже кругом. У меня там возле парковки тоже выход на море. А вот когда иногда приезжаешь в другие места, в Норвегии, там до этого моря пилить и пилить. И люди, когда к нему подъезжают, для них это праздник. Даже вот я, когда часто езжу сейчас в сторону Ставангера, в регион Сула. То есть там к морю надо ехать. Либо надо ехать на пляж минут 15, либо надо ехать в сторону моря тоже минут 15. То есть ехать надо. Также, поскольку я живу на острове, здесь, конечно же, климат своеобразный. Здесь очень много ветров и штормов. То есть продувает тебя насквозь почти перманентно, я бы сказала. Если, например, в двух часах езды будет плюс 25, и солнце, и штиль, у нас где-то будет плюс 20. Штиля не будет, солнце, конечно же, будет. То есть к этому надо привыкать и понимать, что растениям здесь тяжеловато приходится. Раньше здесь вообще не было на острове высоких деревьев. То есть их просто потом люди сами уже насаждали. В основном же здесь были лишайники, и, например, вересковые пустоши. Но сейчас уже, конечно же, получше люди тоже, знаете, окультурили, облагородили. Также наш остров довольно интересен тем, что, вы знаете, на нем находится очень много, знаете, исторических памятников, но в то же время он не настолько известен туристам. Сюда редко, знаете, заезжают всякие бубили, заезжают, конечно же, иностранцы. Но вот это редкость для них. Они выбирают, знаете, другие такие протоптанные уже тропы, а сюда не заезжают, хотя здесь очень много красоты. Вот именно, знаете, аутентичной норвежской. Здесь есть чудесный городок Скудесхавен. Он был выбран самым красивым летним городком в Норвегии, не помню, в каком году. Знаете, вот такой типичный южный, такой приморский городок. Я его обожаю. Как-то вот я считаю... Мне кажется, что у меня там есть место силы. Также здесь есть места викингов. Есть у нас ферма викингов, называется викингов, авальсность викингор. Также там старинное подворье первого короля викингов. Есть музей викингов, да, и центр северной истории. Также у нас есть другие памятные места, связанные с викингами. То есть этого у нас хватает. Но это не раскручено настолько, знаете, чтобы уже привлекать огромное количество туристов. Здесь проводится также фестиваль викингов. В этом году он будет, и в это же время будет проводиться параллельно не фестиваль, но тоже связанный с викингами. Мне кажется, соревнования в стиле викингов под Ставангером. То есть я хочу и туда, и туда попасть. Посмотрите, потому что сегодня в этом году, в первый раз за последние два года, да, будет проводиться наш фестиваль. Наконец-то я его люблю тоже, мне нравится. Это я рассказала. Но в последнее время у нас, не у нас, а в Хогисунде, это ближайший до нас город, начали останавливаться круизные лайнеры, и людей начали возить и на наш остров, показывать вот именно центр викингов, пляжи, Скуднесхавен. То есть туристы тоже обнаружили наши первозданные места. Ну что делать? Глобализация, да, в кавычках. Сейчас я вместе с вами нахожусь в городке Окрыхам на нашем острове. На нашем острове есть три официально признанных города, и Окрыхамен один из них. Это три города Коперик, Окрыхамен и Скуднесхавен. Здесь проживает 8 тысяч человек. То есть понятно, что 8 тысяч достаточно для того, чтобы получить статус города, который приобрел Окрыхам в 2002 году. Итак, что здесь мы имеем в этом городке? Я, честно говоря, его воспринимаю больше, как, знаете, очень комфортное для жизни село, но все же село, потому что, ну, это всегда было рыболовецкое село, да, ну, а город, ладно уж, допустим. Здесь имеем, есть молельный дом, также здесь есть церковь, это социальная современная церковь, школа. Здесь есть как обычная начальная школа, так называемая барной скули, так и средняя школа, и также техникум. Есть здесь, как мы видим, адвокатская фирма, микс, это вариант такой, знаете, забегаловки, где можно купить лотерейные билеты, гамбургеры, всевозможные химические напитки, дети такое обожают. С этой стороны какая-то забегаловка написана, пицца, кебаб, гамбургер, паста. Дальше там было кафе от Голубого Креста, видимо, тоже благотворительная организация. С этой стороны есть пункт продажи автомобилей, а здесь вдалеке, сейчас я покажу, отделение культурной школы. Корму и культурхюс написано. Вообще в каждой коммуне есть культурная школа. Если коммуна небольшая, то обычно совмещенное здание культурной школы и библиотеки, но поскольку у нас коммуна довольно большая, то у нас есть три подразделения культурной школы, даже четыре, я бы сказала. Вот здесь одно из них, мне кажется, вот именно довольно крупное. Что включает в себя культурная школа? Это может быть занятие на различных инструментах, танец, танцы разные, потом цирка, изобразительное искусство, компьютеры. То есть там спектр довольно богатый. Также есть вот в этом городке четыре продуктовых магазина, ювелирка, детская одежда, мебельный магазин, магазин электротоваров, краски. То есть вот именно для комфортной жизни здесь есть все. Вот именно, знаете, такой для бытовой повседневности. Ну, такой прямо сказала масло-масляное, но вы меня помните. Это относительный центр городка. Очень много здесь парикмахерских. Затем есть магазин электронных сигарет, магазины одежды, пиццерия. Затем перед нами банк от нашего острова. Сейчас я перейду как раз-таки вот это вариант такой маленькой площади. Иногда здесь бывают рынки. Есть стоматология прямо перед нами. Затем оптика, продуктовый магазин, а также магазин ниток. То есть все для вязания. Здесь сегодня он продает цветы на площади. Дальше есть кафе. Дальше пойдем по улице. Там будет еще кафе, магазины, парикмахерский. Также здесь у нас есть комиссионка и швейная мастерская. Вот если дальше продвигаться по этой улице, можно дойти. Ну и, конечно же, церковь, школы, как я сказала. Затем есть также пункт скорой помощи. У нас таких пункта два на острове. Вроде бы их собираются соединять. Надеюсь, этого не случится. Смотрите, сегодня какая жира, 15 градусов. Вот. То есть, как я уже сказала, да, для жизни есть все. Также, если я не ошибаюсь, есть вот именно станция для детского здоровья, так называемая Хельсесташун. Также дом для престарелых тоже здесь имеется. И даже паб. Пабов на острове не так много. Но вот здесь, вдалеке, вот Гютенберг, есть золочное место. Также тайский массаж. Мне кажется, здесь несколько таких вот почек аромамассажа, нгамта. Также есть магазин обуви. Вот такой вот здесь недавно установили парк. Парковая зона очень красивая, с небольшим прудиком. Сейчас там люди сидят, я не буду очень много снимать. Еще хочу показать детскую площадку. Она одна из лучших на нашем острове, я так, по крайней мере, считаю. Там сейчас очень много детей, поэтому я уже близко приближаться не буду. Но там есть все. И какие-то современные прыгалки, карусели с музыкой. И соревнования тоже. Вот и в электронном виде, правда, на английском языке, видимо, закупили в Великобритании. Мы сюда иногда с Кариной приезжаем, потому что здесь всегда много детей. Вот. И сама площадка. Отличная. Вот такое вот прекрасное место. Есть там даже игра в крестики-нолики, всевозможные глобусы, если не ошибаюсь, внутри с картами. Для жизни очень комфортный городок. Называется Окрехамн, повторяю. Во многих коммунах, по крайней мере, в тех коммунах, где относительно много проживающих людей, есть торговый центр. Обычно они называются амфи-центр. Вот, например, на нашем острове такой вот амфи-центр, Окрехамн. И стоят все магазины, которые представлены в этом торговом центре. Это может быть и оптика, магазины, продуктовые одежды, например, товаров для повседневности, всякая-всячина, книжная, есть аптека цветочная. Огромный спектр. Получается, центр острова, вот именно в плане торговли. Есть также у нас рыбный магазин, Окра Шиомат. Также здесь есть игрушечный магазин, потом спортивный аутлет. И вот он, торговый центр. Этот небольшой и очень милый. Я огромные торговые центры не люблю. Также в Окрехамне имеется знаменитый пляж Окра Санден, который был признан лучшим пляжем Норвегии в 2015 году и ежегодно получает голубой флаг. Это международный признак качества пляжа. Весь остров усыпан такими вот бирюзовыми и лазурными пляжами. И это одна из причин, почему мне здесь нравится жить. Потому что это, конечно же, не повсеместно по Норвегии. Такая вот фантастическая красота. Это другой пляж, который тоже мне по сердцу. Мне нравится он тем, что до него надо добираться по тропе, поэтому обычно там очень мало людей. Он пустынный и очень красивый. Административным центром нашей коммуны является город Копервик, который насчитывает 12 тысяч человек. Там же находится ратуша, называется Ротхюз. Ну, ратуша, это в таком понятии ратуша, в которой весь этот коммунальный сектор представлен. Плюс есть также и социальная контора НАФ. То есть в каждой коммуне есть такая социальная контора. Конечно же, огромное количество домов для престарелых, всевозможных центров для, например, наркозависимых, алкоголезависимых, психиатрических больных. Также очень раз именно патронажная система, именно выезд к людям, у которых проблемы со здоровьем. Но если нужна помощь именно больничного толка, то есть специалисты, операции, обследования, надо ехать в город Хаугесунд. От нас это самая ближайшая больница. Я считаю, это отлично, потому что ехать туда буквально 20 минут. Учитывая размеры Норвегии, протяженность и небольшое количество здесь проживающих, часто людям, чтобы добраться до больницы, необходимо, например, ехать 2 часа. Например, к нашей больнице относятся люди, проживающие в таком, например, местечки под названием Сауда, это тоже города, городок Сеуда, Сауда, городок в горах, ехать от него до Хаугесунда примерно 2 часа. Им придется сюда ездить. Если не ошибаюсь, даже те, кто живет в Руссендале, это уже относится к другому региону, даже ближе к Бергену, все равно почему-то они относятся к нашей больнице, именно в Хаугесунде. Для меня это непонятно, но вот именно так здесь бывает. Поэтому в плане именно норвежских масштабов наш остров прекрасно географически расположен, имеет все необходимое для комфортной жизни. Конечно же, это, как я говорю, так вы знаете, сельская жизнь, сельский масштаб, но вот именно для жизни, для бытовых ваших всех потребностей здесь есть. Мы сейчас с вами направляемся в центр города Копервик. Это, как я уже говорила, административный центр. И вы представляете, центр буквально вымер вот именно из-за наркоманов. потому что раньше вот именно в самом центре находился пункт раздачи средств, препаратов, например, метадона и так далее. Они там все время кучковались, создавали неблагоприятную обстановку, заходили в книжный магазин напротив, там курили в самом магазине. То есть никто не хотел там гулять по этим улицам, что-то покупать. Поэтому центр постепенно вымер. И, конечно же, потом вот именно лар, это называется, система выдачи препаратов перевели в другое место, но это уже не помогло восстановить жизнь в самом центре. Сейчас вы это увидите. Ничем не примечательное норвежское городишко, но то, что в нем есть интересное, это наличие разводного моста. Вот он перед вами со шлагбаумом, и там даже должны быть постоянно работники наверху, которые вот именно при приближении крупногабаритного судна должны закрывать мост и проезд по нему. Городской парк с детской площадкой, а здесь как раз-таки социальная контора НАФ. Вот ратуша нашего острова Кармой, Род Юз, ратушь, либо мэрия. В коммунальный совет проходят выборы каждые 4 года. Они проходят отдельно от всегосударственного, скажем так. И в отличие от всегосударственного, в локальных выборах могут участвовать и не граждане Норвегии. Есть такое требование, что должны выбирающие, избиратели, прожить в Норвегии не менее 3 лет. Этот злосчастный книжный магазин. И вот раньше здесь была точка вот именно сбыта всех препаратов на легальном уровне. Но я, конечно, шучу. А сейчас здесь у нас магазин Юкер. Затем есть Напропад, психолог, нейролингвистическое программирование и агентство недвижимости. Надеюсь, вам понравилось это видео. Пишите свои комментарии. Надеюсь, что я раскрыла вам историю норвежского острова, что он из себя представляет, как здесь живется, что здесь есть, чего здесь нет, зачем надо куда-то ехать. Это я вам поведала. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока-пока и до скорых встреч. Иду по тротуару и тут валяется крышня краба. Вот он, наш остров на асфальте. Долетело. Спасибо. 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 .